День памяти Александра Сергеевича Пушкина Галина Яськова И вы в том числе, Галина Петровна, да? Что вы? Нет! Или вы потом позже присоединились? Ну, с 87-го года столько сменилось интересных и значимых для города людей в пушкинистах были. Это профессора, ученые и дети, и взрослые разных профессий, которые любили Пушкина, изучали Пушкина, несли детям знания о Пушкине и творчества Пушкина. Вот, Тицкий был председателем первым, потом был Железняков Александр Александрович, вот теперь Владимир Михайлович Смирнов. Владимир Михайлович, как вы стали председателем? Но сначала хотелось бы вообще спросить о любви вашей к этому поэту. Почему Пушкин? И почему вы выбрали вот такую деятельность? Ну, я выбрал, конечно, Пушкин, наверное, это все-таки, я считаю, это, наверное, всеобщее российское предпочтение, любовь, уважение. Вот, это, конечно, вот... Но не все становятся председателями общества. Вот, много лет я вел фонд социального развития надежды, и мы ежегодно издавали политические сборники поэтов всей России, потом уже всего мира. И вот Галина Петровна проявила тут инициативу и участие, и я ей благодарен, что мне предложили возглавить Пушкинское общество Самары. Хотя сам вступил в Пушкинское общество 20 лет назад, на 200-летие Пушкина. Меня торжественно принимали в цилиндре у памятника Пушкину, и, конечно, я все годы вот с удовольствием поддерживаю Пушкинское общество. Чем занимается общество? Вот если рассказать о том, что вы делаете, и насколько вовлечено общество Самары, сообщество городское в процесс вашей деятельности, как он выстраивается? Это очень много можно перечислять. В общем, самое такое интересное и знаковое. Ну, самое первое, раз это Пушкинское общество. Конечно, мы пропагандируем и творчество Пушкина, и его биографию, хотя она не без всяких изъянов. Ну что ж, все мы люди, и Пушкин тоже был человеком. Вот, это работа с библиотеками, со школами, с пенсионерами, с удовольствием они слушают лекции нашего лектора. Да, да. Это наши ежегодные три праздника у памятника. День рождения Пушкина с памятником, у памятника, и здесь уже нас поддерживает городская администрация в последние годы. А вообще, это давняя традиция пушкинского общества. Трижды в году собраться у памятника. 6 июня. 6 июня день рождения, 19 октября день лицеиста, и 10 февраля день памяти. Причем этот раз мы собираемся в 14.30, 14.45 колокольный звон оповещает о времени, когда ушел от нас в мир иной Александр Сергеевич. Литию служит священник Иверского монастыря, священник со своими монахинями. А потом мы идем последние годы, правда, идем в Институт культуры, чтобы не замерзать на холоде, все-таки 10 февраля холодно. И там продолжаем вечер или день памяти с хорошими концертными номерами. Ну и свободный микрофон тоже присутствует, но все только Пушкин. Приходите. Да, с удовольствием. А кто присутствует, кто приходит вообще на такие вот в эти дни и к памятнику, и в Институт культуры? Диапазон очень большой. Вот у нас от юных любителей творчества Пушкина до самых взрослых участников. И поэтому они же участвуют и в наших литературных, поэтических сборниках. Каждый месяц гостиные еще. Каждый месяц гостиные. Это не только эти три мероприятия. То есть и участвуют и в сборниках, и в конкурсах, и везде. Да, кроме того, вы поддерживаете связь еще и с другими городами, где тоже есть пушкинские общества. Расскажите, вот с кем особенно близко вы как-то вот общаетесь? Ну вот сам пушкинский конкурс у нас проводится уже международный. И в этом году откликнулась и Австралия, и вся Россия, и страны СНГ, и Копенгаген, то есть и Европа откликнулась. Поэтому, ну вот такое активное в Поволжье, у нас всегда встречи творческие в Казани. В Казани сейчас открыли пушкинский центр культурный. И поэтому они вот нас в феврале, 28 февраля, и мы всех поклонников творчества Пушкина приглашаем поехать в Казань. И там будем подводить итоги уже вот международного пушкинского конкурса, который от Австралии до Копенгагена прошел. Потому что первое место заняла как раз поэт из Казани, Сушенцова Татьяна Ивановна. А из Самарских кто-то? Из Самарских у нас тоже участвовали и тоже благодатно участвовали. Но вот пока международная жюри признала Казань первым местом. Ну не первый раз Казань признают. Ничего, мы тоже прозвучим, потому что для этого есть и поводы. И сегодня мы услышим замечательного чтеца чуть позже, поэтому не переключайтесь. А сейчас, Галина Петровна, я хочу у вас спросить. Много лет вы уже занимаетесь вовлечены и в творчество, и в личность этого поэта, да, такую неординарную. Расскажите о нем несколько слов. Какой он для вас, Александр Сергеевич? Потому что у каждого, наверное, свой Пушкин, да? Вот хотя при яркости все равно вот этой фигуры, у каждого он свой. Вы знаете, о Пушкине хорошо расскажет Орлов, он здесь в студии. Да, мы тоже с ним встретимся. А я, ну что я могу сказать? Ну это гений. Пушкин, это наше все. Вот и все, что я могу сказать. И я люблю, конечно, вот чем больше его читаешь, тем больше узнаешь, тем больше поражаешься его и современности в том числе. Потому что, ну, такие чувства, как любовь, дружба, верность, это вечные ценности. И Пушкин хорошо их раскрывает. Ну, а такие слова, как «я к вам пишу», чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы больше не будут. Вот свою романтическую натуру. Всегда же есть связь, да, вот ваша романтическая перекликается. Вы знаете, мне хотелось бы что сказать? Что там мое отношение к Пушкину? Мне хочется сказать об отношении Пушкина в городе, в Самаре. Все-таки оно есть неплохое отношение. Кто вас поддерживает? Театр Самарская площадь. Они приходили 6 июня, выступали у нас как бы актеры с пушкинским материалом. Театр, камерная сцена ставит, капитанскую дочку. А оперный театр, филармония, они постоянно каким-то праздником пушкинским, о которых я перечислила, мы у памятника собираемся, они обязательно ставят произведения на слова Пушкина. Это и балет «Бахчисарайский фонтан», это и «Пиковая дама». Ну, в общем, приглашают артистов. Шакуров приезжал. Ой, сразу что-то не вспомню. В общем, очень много артистов, которые читают на Пушкина. Вот Дюжев на Евгении Онегина читал. Да. К каждому празднику. То есть, в общем-то, и драмтеатр нельзя пропустить. Они тоже ставили барышню-крестьянку. Ну, конечно. А потом, в прошлый год, это вообще каждый год, не только, а в прошлом году это было 220 лет отмечали Пушкину, и очень много прошло по городу различных мероприятий. Пушкинское общество даже не смогло уследить за этими мероприятиями. Ну, значит, вы еще параллельно. Владимир Михайлович, на этот год какие планы ставите? Ну, кроме поездки в ближайшие в Казань, еще что будет? Ну, вот сейчас конкурс, который у нас литературный завершился, это состоится издание книги Ода Пушкина 2020 года. Вот мы как раз победители международного конкурса сейчас самарских поэтов. Сейчас проходят конкурсы в лице техническом, как раз школьное творчество, Дворец пионеров наш самарский, и тоже проводят пушкинский конкурс. Поэтому, я думаю, будет очень щедрая как раз книга у нас соберется. То есть, ваша задача организации таких вот конкурсов? Соберется такая книга, и с этой книгой мы планируем сделать бал в доме Пушкина в Самаре. Это 20 сентября мы готовим и бал, и литературную презентацию. Потом с этой книгой мы едем в Петербург, потому что там уже будет у нас во Владимирском дворце, где когда-то висела картина «Бурлаки на Волге». Это дворец Академии наук Санкт-Петербурга, они нас гостеприимно принимают, потому что у Самары особое отношение доброе с этим дворцом, и там состоится презентация, уже международная презентация нашего сборника, и бал будет там. Да, но вы имеете непосредственное отношение к балу, вы тоже? Да, мы тоже. Да, мы открываем, и потом осенью в ноябре состоится уже бал в Казани. Но это чудесная традиция, потому что это настолько... В прошлом году два балла, да, пушкинских прошло? Да, у нас прошли в Самаре. А сколько участников вот всего собирается? Ну, где-то собирается, это несколько сот человек на эти балы. Мы специально сделали в гудке в прошлом году для того, чтобы было просторное помещение, и чтобы молодежь, которая джинсовая, я говорю, молодежь, чтобы могла тоже принять участие, хотя бы посмотреть с балкона, потому что они не всегда решаются, соответственно, одеться. Но очень доброжелательно отзывается молодежь Самары. Галина Петровна вспомнила строчки, прямо буквально вот так это очень непосредственно. А вам какие, Владимир Михайлович, строчки из Пушкина вспоминаются? Ваши самые-самые любимые. Но я всегда с удовольствием вспоминаю, пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизни посвятим, души прекрасные порывы. И вот этот призыв Пушкина, он остается настолько актуальным, настолько желанным, и вот мобилизующим до сих пор вот всех нас на самые-самые добрые ответные чувства к стране. Да, вот видите, как в каждом из нас Пушкин что-то такое открывает, созвучное, проявляет внутренне. И вот эта тема, которая, грубо говоря, патриотизм, она действительно, грубо говоря, она сейчас какой-то новый подъем приняла, и причем такой хороший, не пафосный, не громкий, а вот именно такой вот душевный. И вот что значит? Мы участвуем, Пушкинское общество участвует в патриотическом воспитании. Ну, это приобщение к русскому языку. Можно я прочитаю? Да, с удовольствием. Призыв. Я всегда его читаю, когда бываем в сообществах, особенно среди детей. Приглашение вступать в круг пушкинистов. Как раз Владимир Михайлович еще напомнил эти слова. Вступайте в пушкинистов круг, Клянитесь памятью поэта, Не посрамить его заслуг, Хранить традиции, заветы, Чтоб гениальную строку и родную речь возвысить снова. Пусть путеводной звездой нам будет пушкинское слово. Его поэзии лучи пронзят пусть тьму косноязычья. Могучий русский наш язык велик, Красив в своем обличье. Поэта память будем чтить, Чтобы, храня его мотивы, Как он, отчизне посвятить Души прекрасные порывы. Замечательно, да. И у меня есть как раз строки Победителя нашего международного конкурса из Казани. Вот она посвятила как раз свое стихотворение, Которое заняло первое место, Вот событиям, которые мы 10 числа, К сожалению, отмечаем. Он уходил, назад не повернуть, Как заунывно, жутко воет ветер, А где-то открывался звездный путь И вечность, уступавшая бессмертию. И, наверное, вот эта эстафета бессмертия Как раз нас освещает и вдохновляет. И мы всегда, конечно, благодарны Пушкину За то, что он показал пример Вот такого гражданского участия в судьбе страны. Да, вот это жизненная философия. Здесь даже больше во всем этом И страны, и чего-то, да. И мы, конечно, особенно благодарны Пушкину, Что в 1833 году, конечно, он в Казани Посвятил несколько лет. В Ульяновске он во время репетиции бала Как раз там протанцевал Несколько танцев с молодежью. В Самаре, к сожалению, он проехал. Но путь его пролегал в 1833 году через Самару. И, конечно, мы сейчас, может быть, Наверстово и Пушкина С удовольствием проводим эти и балы, и книги, И посвящения Пушкину. И благодарность выражаем ему. Да, сейчас мы послушаем стихотворение. Наша с вами часть программы заканчивается. Я напомню зрителям, что Сейчас выступит Александр Сергеевич Шагин, Юный чтец. Потом к нам придет в студию Следующий гость. Ну, а с вами я прощаюсь. А вам вручить Значок пушкинский. Это значок вашего общества? Нашего общества. С удовольствием. Мы на других каналах Вот последние годы, лет 6-7, Не выступали еще. А на вашем канале уже второй раз. Поэтому хотелось бы вас принять В пушкинское общество, Вручить вам вот такой вот значок. С огромным, с большим удовольствием Принимаю. Спасибо. Пушкинисты. Да. Сопричастность к великому, да? Принимаем вас, Пушкинское общество. Спасибо. И выразить телеканалу ГИС Самара Благодарность за активное участие В мероприятиях, направленное развитие Культуры, творческой активности Через приобщение к гениальному наследию Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо. Передам руководству. Огромное вам спасибо. Ну, а сейчас Александр Шагин. Александр Сергеевич Шагин 6 лет Автор Александр Сергеевич Пушкин Друзья Нет, я не льстец Когда царю хвалу свободную слагаю Я смело чувства выражаю Языком сердца говорю Его я просто полюбил Он бодро, честно правит нами Россию вдруг он оживил Войной, надеждами, трудами О нет, хоть юность в нем кипит Но не жесток в нем дуд державный Того, кого карает явно Он в тайне милости творит Текла в изгнание жизнь моя Влачил я с милыми разлуку Но он мне царственную руку Простер И с вами снова я Во мне Почтил он вдохновенье Освободил он мысль мою И яль в сердечном умилении Ему хвалы не воспою Я льстец? Нет, братья, льстец лукав Он горе на царя накличет Он из его державных прав Одну лишь милость ограничит Он скажет Придирай, народ Глуши природой голос нежный Он скажет Просвещение плод Разврат И некий дух мятежный Беда В стране, где раб И льстец Одни приближены к престолу А небом избранный певец молчит Потупя очи долу Продолжаем программу И в нашей студии Активный член Пушкинского общества Самары Юрий Александрович Орлов Здравствуйте Здравствуйте Вы наш известный пушкинист Очень активный И неравнодушный Я один раз стала свидетельницей Как вы выступали перед детьми По-моему, в день лицеиста Как вы им читали стихи И даже Когда кто-то отвлекался Вас это немножко Как-то Вы, наверное, думали про себя Ну как можно не слушать И не слышать Пушкина Поэтому я прочувствовала Как вы относитесь Трепетно очень К этому поэту И у каждого из нас Свой Пушкин Каким бы он Ярким, неординарным не был И я хочу спросить у вас Ваш Пушкин Какой он? Вы же сами сказали Каждый человек Имеет свое определение У Пушкина Вообще Пушкин Не исчерпаем И не познаваем до конца И каждый человек Понимает его по-своему И никогда не будет найден Общий эталон понимания И эта прекрасная Не исчерпаемость Лучший для человека Стимул Проникать внутрь Гениальных произведений Пушкина Познавать их историзм И их национальные истоки Все Вот мое кредо Коротко и ясно Когда мы В детстве читаем Пушкина В школе Учим Нас, прямо скажем Заставляют Учить стихи Способны ли мы В этом возрасте В детском школьном Воспринимать их Ну До самого высокого уровня Понимания Или нет Или это первое знакомство И оно не обязывает Вот К полному там погружению К любви И так далее Как вот вам кажется Вы знаете Я даже Своим друзьям У меня есть друзья Которые имеют маленьких детей Я говорю С двух лет Даже с одного года Начинаете читать Пушкина Начните Хотя бы У лукоморья Дух зеленый Золотая цепь Надубитом Потому что Пушкин Давно вошел В жизни Сердца Людей всех Возрастов Едва малыш Начинает понимать Человеческую речь В его сознании Как волшебное Заклинание Входит У лукоморья Дух зеленый Золотая цепь Надубитом И остается На всю жизнь Да-да-да Подрастая он Подрастая он Присоединяется К союз друзей Людмила Руслановна Его добрым приятелем Становится Онегин Приходит срок И его пронзает Неприходящая Точность строк Я знаю Век уж мой Измерен Но чтоб продлилась Жизнь моя Я утром Должен быть уверен Что с вами Днем Увижусь я Начинать надо Даже с одного года Потому что Конечно Ребенок Он будет Воспринимать Мелодию Музыкальность Этих Неповторимых строк Понимаете И у него Будет исходить Вы знаете Как излучение Невидимое Но культурное излучение И душу будет Формировать Именно культурного человека Поэтому я Советую С одного года А дальше я вам рассказал Как будет идти Как должно идти Да Вот пример прекрасный Сейчас мы прослушали Чтеца юного Совсем маленького Я бы сказала Александра Шагина Скажите Вы приложили свою руку К его вот К содержательности И вообще К манере его чтения Вы с ним занимались? Татьяна Вазадь Да Только сейчас Увидела его В гостевой Этого Александра Сергеевича Он кстати Да Он полный тез И по имени Получества Нашего великого Пушкина Вот пока я ожидал Вызова В студию Мы и его родители Разговаривали Точнее я разговаривал О Пушкине с ним Конечно я Ничего абсолютно Я и не знал его Я вот только сейчас Познакомился с ним Вот И значит Тоже рекомендовал ему Все-таки Он пойдет в школу Родителям тоже Все-таки начинать Пушкина Ну Даже можно Читать И что-то Учить наизусть Во всяком случае Начните я говорю С Руслана Людмилы Потому что Эта поэма Настолько Русская Настолько Она Такой Культурный Русский язык Видите Пушкин По существу Пушкин Научил Россию Говорить на современном Русском языке Сам Пушкин Писал об этом так Я ударил Об наковальню Русского языка И вышел стих И все начали писать Хорошо Так вот Сам стих Пушкинский Мелодический Высокой степени Культуры Он Влияет На Формирование Души Именно Культуры Души Поэтому здесь Чем раньше Тем лучше Да Вы уже который раз Повторяете Вот это вот Словосочетание Культура Души А что вы в него Вкладываете Как вот душа Культурная душа Культура души Что это такое Как душа может быть Ну вы знаете Человек имеет Плоть Имеет Душу И имеет дух Да Дух 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 Это не душа Дух Душа Тело Да Дух Душа Плоть Совершенно верно И для того чтобы вот Культурной стала душа Это же нужно работать над этим А не просто она станет сразу Культурной Да Безусловно 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 Я вам скажу Что вот гений Пушкина Ведь он К 11 годам Уже знал наизусть Всю французскую литературу Памятью он обладал неимоверной Но правда здесь Большую роль сыграл Его Отец Значит Сергей Львович Который Сам очень любил французскую литературу Имел прекрасную библиотеку И читал Мольеры Часто своим детям То есть Ольге И значит Александру А потом И Льву Вот И у него в доме Собирались Известные В то время Деятели культуры Карамзин Дмитриев Жуковский Пушкин Это присутствовал При этих встречах Они Говорили о литературе О развитии Словесности Но Ему этого было мало Он забирался Ночью В библиотеку Отца И целыми ночами читал Целыми ночами читал Вот это Объем Правда французскую литературу Читал Он знал французские жиры К 11 годам Вот этот Объем Значит Литературу французских В то время Европейская литература Опережала Русскую литературу Это Пушкин сравнял Русскую литературу С европейской А до него Она Русская отставала И Пушкин конечно До поступления В лицей Прочел и Ломоносова И Фанвизина Прочел он Прочел он И Карамзина И Жуковского И Батюшкова Ну Небольшую Для того времени Значит Русскую литературу Поэтому Его старшие товарищи По литературе Жуковский Вяземский Батюшков Он все это впитал В себя Ну и конечно Благодаря Гениальным способностям Видимо от Бога Это дается Он Рывок сделал В русской литературе Особенно русская поэзия С его С его приходом Взлетела Значит вверх Как космическая Ракета Ну Душа Формируется Вот именно От этого Духовного влияния Прекрасного Будет прекрасное Духовное влияние Будет и прекрасная Душа Еще вот такой вопрос Юрий Александрович Очень хочется узнать На примере вот таких Великих поэтов Вот сам гений И творчество Это все-таки что? Вот вы сказали Что у него была основа Что и французская литература Он перечитал там Классиков и наших До этого Но все-таки Что-то божественное Есть же в этом Что-то высшее Это не только его Что-то он наработал Там Выучил Начитался И начал вот это вот Выдавать Такие гениальные Произведения Что такое творчество? Что такое гений вообще? Гениальный человек Как вы для себя Вот это определяете? Вы знаете Пушкин говорил Поэт Свыше вдохновенный Должно быть все-таки Свыше что-то от Бога А кстати Оратор Он говорил Мощно увлекающий Вот это разница То есть оратор должен Мощно увлекать А поэт Он свыше Как говорится Бог дает безусловно Потому что Не каждому Бог дает талант И гениальность А гений Парадоксов друг Пушкин сам сказал Сколько нам Открыть вечеринок Помните? Готовить просвещение Духа И опыт Целая программа была У нас Которая начиналась И случай Бог изобретатель Да Гений парадоксов друг Конечно Способности Они вот Ну вы знаете Вот Развитию Пушкина Вот как Поэта И как Гениального Конечно Фундамент был заложен В детстве Безусловно И вот Фундамент был заложен Вот за счет общения Тоже В то время Знаменитыми Литераторами Поэтами Писателями Писателями Историками Конечно Это все Вот это вот Вся эта культура Она влияла На мальчика И безусловно Это было Как бы Фундаментом Потом еще Он поступил В изумительный Императорский Царско-сельский Лицей Который Который Давал Энциклопедическое Образование Все-таки Вот как важно Вот вы говорите Про этот фундамент Это действительно важно Для такого Масштаба личности И В Пушкине еще интересно Что Няне Он какое вот Огромное значение Няне своей Арини Родионовне Да У него же такая тоже Интересная семья Вот мы мало знаем О его матери Да Как-то вот Ну вот что-то такое У нас непонятное Какое-то впечатление О няне Мы даже больше О такой вот Теплоте С которой он К ней относился И последний вопрос У нас остается Одна минута Ответьте пожалуйста Почему в России Поэт Больше чем поэт В России Как это вот точно звучит Поэт в России Больше чем поэт Да Почему именно Вот в России Поэт больше чем поэт И на примере Пушкина Даже Ну Вы знаете Еще с древних До христианских времен Бог подарил русским Три глав Три единые понятия Бога Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой И вложил законы свои В сердца их И в мыслях их Написал их Так что русские По природе законные То есть Божьи делают Русский народ Божественный народ Опора Бога на земле Вот почему силы дьявола И антихриста Сейчас Нападают Клевечат на Россию Значит так было всегда Стремились Разъединить Уничтожить Россию Россия божественная страна Русский народ Божественный народ И поэты И поэтому поэты Да И поэтому И поэты Как часть Божественной Руси И божественного Русского народа Они Больше чем поэты Они Сосредоточение Духовных сил Россия Никогда не была Экономическим лидером В мире Но она Есть духовный лидер В мире И будет Духовным лидером В мире Возле которой Объединяются Другие страны Вы посмотрите Как тянутся сейчас К России В мире Вы посмотрите Сирия Турция Вы посмотрите Китай Все тянутся к России И сын и дочь России славной Несут по миру Лозунг главный Характер русский От природы Сплавляет разные народы Добром Талантом Чистотой Тревожной Русской душой Земля Хватайся за Россию Она лишь победит Стихию Террора Злобы Грязных дел Она положит им предел И будет Счастлива Планета Очень актуально Действительно Вот это то Что всех нас сегодня Тревожит И за что мы болеем Спасибо вам огромное И вам спасибо За такую информацию Всего самого хорошего Прощаюсь я и с вами До свидания Субтитры создавал DimaTorzok